Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели! Стартовавший 2017 год, напомним еще раз, лишний раз напомнить это не вредно, год столетия революционных событий 1917 года, стартовал, извините уж за тавтологию, с огромного количества социальных и политических конфликтов. Это и продолжение борьбы студентов Санкт-Петербургского издательско-полиграфического техникума за свое место учебы, за его здание, за сохранение своего учебного заведения, продолжившиеся серии пикетов. Это и действия обманутых дольщиков группы компании «Город», вчерашнее массовое публичное мероприятие, акция протеста у приемной полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Это и конфликт вокруг попытки православных церковников взять под свое крыло финансовые потоки Исаакиевского собора, переложив ответственность за его содержание при этом на городской бюджет, то есть на всех нас, как налогоплательщиков. Это и, наконец, конфликт, о котором мы сегодня поговорим, борьба за сохранение Пулковской обсерватории. В чем здесь дело? В самом конце прошлого года, в декабре, буквально под новогодние праздники, директор Пулковской обсерватории Назар Робертович Ихсанов подписал согласование на возможные застройки частными инвесторами, в том числе и зарубежными израильскими, в трехкилометровой защитной зоне вокруг Пулковской обсерватории. Ну, вроде бы, как стандартная частная коммерческая практика, специфическая для буржуазных отношений. Однако, сам факт застройки в защитной трехкилометровой зоне, не случайно она называется защитной, ставит под угрозу само существование Пулковской обсерватории, как таковой, как научного объекта, уникального в современной Российской Федерации. О чем идет речь? Частота наблюдений, особенно ночью, требует того, чтобы в трехкилометрах, в трехкилометровом радиусе от приборов Пулковской обсерватории не было никаких помех, в том числе и световых. Массовое коммерческое строительство в защитной зоне означает конец чистоты наблюдений и ставит фактически крест на будущем этого уникального научного объекта. Я напомню, в списке особо охраняемых, ценных объектов наследия культуры народов России есть только три действующих научных учреждения, и одно из них Пулковская обсерватория. Это уникальные объекты, потому что там есть 26-дюймовый рефрактор, которого больше нигде нет в России, и потому что там годами ведутся наблюдения, систематизируются исследования астрономических объектов. И вот теперь одним рощерком пера господина Назара Ихсанова все это может быть поставлено под угрозу. Почему, казалось бы, директор веренного научного учреждения вынужден или желает подписать подобный приговор себе и своим коллегам? Да очень просто. Накануне подписания, в конце прошлого года проводилось совещание в администрации президента по судьбе Пулковской обсерватории. И, судя по всему, после этого совещания Назар Робертович Ихсанов и созрел до компромисса с господами застройщиками. Благо, генеральный план 2008 года дает им такие формальные возможности. Что же получается на практике? На практике получается уничтожение уникального научного объекта ради прибылей строительных магнатов, в том числе и зарубежных, ради интересов чиновников, которые, судя по всему, лоббируют интересы отнюдь не науки, образования, просвещения, а тех же самых строительных магнатов. Если 11 мая 1945 года Совет народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик, а ведь шла еще Великая Отечественная война, еще немцы сидели на территории Советского Союза в том же Курлянском котле, еще гитлеровские гауляйтеры были в Мемеле, в Кёнигсберге, в Берлине, в Бреслау, но тем не менее Союз народных комиссаров СССР подписал постановление о трехкилометровой защитной зоне. Получается, что те, кто готовил этот документ, председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Виссарионович Сталин, его заместитель Лазарь Моисеевич Каганович, управляющий дирами Совета народных комиссаров СССР Яков Ермолаевич Чедаев в разоренной стране в 1945 году, в незавершенных условиях Великой Отечественной войны, думали о развитии науки, техники, образования, о нынешней власти, нынешней президентской администрации и верно служащим ей чиновникам на местах, тому же директору Назару Робертовичу Иксанову, я уж не говорю о строительных магнатах, на все это наплевать. Подтверждается старая истина. В условиях зависимого, туземного, периферийного капитализма, буржуазной власти не нужны ни наука, ни просвещение, ни образование, ни культура. Как и показала история с Исаакиевским собором, так и история с Пулковской обсерваторией говорит одно. Периферийный капитализм для России означает варварство, а не разум, мистику, а не науку, мракобесие, а не просвещение. И именно поэтому и сотрудники обсерватории, и поддержавшие их градозащитники, и коммунисты выступают против ликвидации защитной зоны вокруг Пулковской обсерватории. Очевидно совершенно, что только акции протеста могут заставить власти отступить. И 8 января сотрудники Пулковской обсерватории уже провели первую серию одиночных пикетов. 8 пикетчиков 8 января, с плакатами, на которых были изображены 8 планет Солнечной системы, показывали, что наука и знания важнее прибыли строительных магнатов и прочих связанных с ними должностных лиц. 22 января, в воскресенье, на Марсовом поле в 14.30 пройдет санкционированный митинг в защиту Пулковской обсерватории, на которую я приглашаю всех тех питерцев, которые могут принять к ней участие, всех тех ленинградцев, для кого судьба науки, просвещение и разума дороже прибыли и застройщиков, дороже того обмана и лжи, которые внедряет в нашу повседневную жизнь буржуазная власть и ее политическая и идеологическая обслуга. Совершенно очевидно, что борьба за Пулковскую обсерваторию — это пробный камень того, как в году столетия революции общественность города сможет противостоять мракобесию, варварству, либерально-рыночному подходу к тому, что создавали поколения советских людей, что составляет национальную гордость, предмет национальной безопасности России, развития ее науки, что служит интересом не только российской науки, но и всего, не побоюсь этого слова, прогрессивного человечества. Показательно, что борьба за сохранение Пулковской обсерватории нашла поддержку у коммунистов, в частности, исполком Российской партии коммунистов, высказала резко негативное отношение к планам застройки и заявила о своей солидарности и готовности помочь сотрудникам обсерватории, борющимся за свои права. Нашла поддержку проблема Пулковской обсерватории в законодательном собрании Санкт-Петербурга. В поддержку сохранения защитной зоны против ее застройки выступила руководитель фракции КПРФ в городском парламенте Ольга Архиповна Ходунова, председатель комиссии постоянной по науке, образованию и культуре ЗАГСа Максим Львович Резник, руководитель фракции «Справедливая Россия» Алексей Анатольевич Ковалев. И я думаю, что совместные действия градозащитников, сотрудников обсерватории, коммунистов и всех тех, для кого разум важнее варварства, наука важнее мистики и просвещение приоритетнее, нужнее и важнее суеверий и того мракобесия, которое ныне внедряет к нам буржуазная власть с помощью церковников и прочих носителей ненаучного мировоззрения, придут на этот митинг и будут дальше, бороться за то, чтобы Пулковская обсерватория жила, чтобы развивалась отечественная наука, чтобы бабло всегда отступало перед интересами трудящихся, перед интересами абсолютного большинства граждан нашей страны, перед ее будущим, которое немыслимо без развития науки о космосе, а значит, и без того, чтобы существовала и развивалась Пулковская обсерватория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова